В Самарских парках активно ведется подготовка к весенне-летнему сезону. В рамках месячника по благоустройству убирают старую листву и моют аттракционы. Сегодня банный день был у 55-метрового колеса обозрения. 24 кабина аттракциона привели в порядок снаружи при помощи мойки высокого давления. Внутри вручную убирали пыль со стекол, сидений и столиков. Потом кабинки обработали дезинфицирующими средствами, разрешенными Роспотребнадзором. Очистили блоки систем кондиционирования. Особое внимание уделяют техническому состоянию аттракциона. В штатном режиме организовано профилактическое обслуживание, при котором своевременно меняют те или иные элементы, в том числе электрическое оборудование. Поломок не было по данному аттракциону в течение года никаких. Все оборудование, которое на нем установлено, это и двигатели, и тормозная система, они исправны, они проверены, и они прошли освидетельствование. Поэтому аттракцион безопасен. Безопасность всегда в приоритете. В парке Гагарина тщательно следят за всеми аттракционами, которые проходят ежегодную аккредитацию. Их также приводят в порядок. Убирают и всю остальную территорию. Прочесывают газоны, моют тротуары, подбирают мусор. Все развлекательные зоны и объекты потреб рынка начнут свою работу 20 апреля. Ежегодно в этот день в Самарских парках официально стартует новый сезон. Сейчас уже все готово, все хорошо, все сделано. Дорожки чистые. Вчера даже ездила поливальная машина. Хотя был дождик, но они проехали, и вот листья все скрепли. Поэтому, мне кажется, парк готов к открытию. В порядок приводят не только парки, но и остальные территории города. Общегородские субботники уже прошли 6 и 13 апреля. В них приняли участие более 193 тысяч жителей Самары. Следующий субботник пройдет 20 числа. Присоединиться к наведению чистоты может любой желающий. Инвентарь выдадут управляющие компании, обслуживающие организации и районные администрации. Вопросы, касающиеся наращивания темпов и объемов работ в рамках месячника по благоустройству, обсудили на еженедельном заседании штаба, которое провел заместитель главы города, руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Александр Андреянов. Этот процесс идет. Немножко, конечно, нас подводят погодные условия, к сожалению. Они повлияли и на количество выхода людей на субботник. И задача сейчас ставится привлечь большее количество на ближайшие субботники населения, большее количество сотрудников промышленных предприятий потребительского рынка. Один из основных вопросов – вывоз мусора. Проблема освобождения контейнерных площадок стала довольно остро. Мусора стало гораздо больше, чем в прошлом году. Принято решение о том, что улучшить ситуацию можно благодаря увеличению количества водителей и транспорта, задействованных в перевозках мусора. К ближайшему совещанию руководство департамента городского хозяйства потребовало предоставить конкретику в цифрах в части привлечения дополнительных сил и средств. Тем временем улично-дорожную сеть начали содержать по летнему регламенту. На 170 улицах, где нет слякоти, уже работают 17 вакуумных пылесосов и 41 поливомоечная машина. Также на совещании сообщили, что 22 апреля завершится отопительный сезон. После этого начнется подготовка тепловых сетей к зиме. Напомним, что подача отопления в жилые дома и учреждения прекращается, если среднесуточная температура не опускалась ниже 8 градусов в течение пяти дней. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, События.